Денис, приветствую тебя на очередном совместном видео. Технический и фундаментальный анализ, разбор самых, на наш взгляд, интересных возможностей, которые есть в моменте на финансовых рынках. Эта неделя наша, получается, первая встреча. Мы ранее делали акцент на то, что Европейский Центральный Банк, как событие, возможно, номер один в неделе минувшей, чуть-чуть пару слов я сегодня расскажу, про то, что, в принципе, было достигнуто. На этой неделе эстафета уже принимает Федрезерв, тоже двухгневное заседание, сегодня постартует, завтра будут подведены итоги. Опять же, не хочется возлагать какие-то большие надежды на то, что заседание Федрезерва сможет раскачать финансовые рынки. Ну, во-первых, не такое уж это благородное дело рассчитывать на какую-то волатильность по факту какого-то события. Ну, а с другой стороны, рынки и так, я бы не сказал, что на месте стоят, активно ходят, поэтому можно найти дополнительные источники информации и причины, собственно, этих движений. Тогда давай непосредственно к тому, что интересного сейчас. Начнем мы классически с меня, демонстрация экрана. Дай мне тогда фидбэк по поводу того, пошла ли или нет демонстрация. Так, одну секундочку. Да, порядочек видно тебе. Денис, ты знаешь, вот прежде чем перейти к идеям, хотел у тебя спросить, ты вообще как думаешь в целом по рынку рисковых активов вот то ралли, которое мы наблюдали в последние недели? Оно уже достигло своего логического конца, подошла к той фазе, когда может начаться коррекция с потенциалом перерастания в нечто большее, чем коррекция? Или то, что мы видим сейчас, это лишь небольшой откат, прежде чем мы увидим какие-то более высокие ценовые значения? Я сейчас даже глобально просто тенденция, знаешь, в отношении риска, вот прям охватить, если фондовый рынок, валютный риск, не уходить в отдельный, скажем, актив. Да, да, я понял, о чем речь. Смотри, ну, как ты прекрасно тоже знаешь, в последней неделе у нас наблюдается так называемый риск-кон, то есть когда инвесторы больше склонны все-таки аппетит к рисковым активам, это очень явно показывает именно фондовый рынок, потому что, по сути, знаешь, как мне кажется, история ничему не учит, потому что раздувание дармовыми деньгами фондовых рынков, мы знаем, чем это все склопнулось, под шумок это сделали под видом пандемии, хотя даже если бы и не было вируса, была бы какая-нибудь другая причина, все равно бы ее нашли. Но сама суть заключается в том, что фактически происходит дальнейшее раздувание пузыря. Я думаю, на этом пока что не закончено, то есть то, что мы наблюдаем сейчас, это именно коррекционное движение. У меня пока в плане того, что полноценно развернуть, нет, я в этом плане очень сильно сомневаюсь. Скорее, как в рамках коррекции, да, безусловно, но это опять-таки небольшая передвижка для того, чтобы взять новые высоты и, соответственно, дальше рынок накачивать деньгами, потому что такие суммы, которые 4 триллиона выделили, и то там, по-моему, еще 1 триллион дополнительно тоже согласовали. Поэтому в сумме 5 триллионов, ну, это цифры, которые просто космические. Мне кажется, за эти цифры можно половину страны, во всяком случае, африканский континент точно может отличить. Согласен. По поводу ликвидности, действительно, суммы верные. Например, за последние 12 лет было влито, ну, чуть больше, чем то, что влили в экономику за последние 3 месяца. За последние 12 лет, то есть с 2008 года. И если сейчас все это конвертнуто еще, например, в ту же самую повторную вспышку коронавируса, либо осознаю через месяц или через два, что деньги-то кончаются, ранее выделены, и нужно помогать экономике дальше, а значит, нужно еще выделять еще триллионы. Я не знаю, к чему все это приведет, но уверен, что нас ожидает очень интересное закрытие 2020 года. Ну, посмотрим, как будут обстоять дела. Ладно, давай тогда детально к тому, что он по европейской валюте традиционный классический риск отметил, что заседание ЕЦБ прошло, Кристина Лагард выступила, анонсировала увеличение. Кто-то называет это программой количественного смягчения, но на самом деле это не так. Кристина Лагард анонсировала увеличение фонда экстренной помощи для экономики на 600 миллиардов. И, в принципе, ЕЦБ идет по стопам Федрезерва, то есть денежные инъекции, ликвидность колоссальная, в совокупности фонд это уже превышает 1 триллион, 1 триллион 350 миллиардов евро. Я думаю, что это еще также не потолок и не предел. Для долгосрочных ожиданий, безусловно, новые меры экономического стимулирования, это то, что впоследствии должно будет казаться на инфляции и на действиях ЕЦБ по изменению баланса. И классически, если рассуждать, это, конечно же, фактор снижения валюты, где наблюдаются эти стимулы. Но сейчас, вот уже на протяжении нескольких недель в роликах с тобой, я делаю акцент на то, что с точки зрения фундамента не совсем правильно то, что сейчас происходит. И если фундаментальный фонд не позволяет строить нормальные сделки, нужно искать источники вдохновения принять решение в чем-то еще. Я говорил про индикатор рыночных настроений, Кайман, который до сих пор продолжает сигнализировать о том, что европейская валюта и фунт, который мы также с тобой ранее разбирали, они не достигли своих пиковых значений. И вот вроде бы сейчас по фунту тоже идет коррекция. Европейская валюта уже с максимумом 1.13.8 скорректировалась до отметки 1.12.60, то есть больше 100 фунтов. Но я думаю, что это только лишь небольшой коррекционный откат. И до тех пор, пока не произойдет существенного изменения в позиционировании, в расстановке сил ничего не изменится. Поэтому я предлагаю сделку, это байлимит с уровня 1.12.50. Такие же уровни, опять же, мы комментировали ранее с Виталием по поводу того, что ралли пары евро-доллар может еще продолжиться. То есть 1.12.50 мы уже совсем рядышком, фактически вот в моменте. 16 фунтов остается до этого уровня. Может быть, чуть ниже окажемся под этим значением, но вряд ли уйдем сильно. Впоследствии европейскую валюту точно будут дальше выкупать, поскольку я не вижу даже вот с точки зрения экономического календаря каких-либо новых фундаментальных стимулов, чтобы как-либо изменилось существенное рыночное настроение. Поэтому по евро длинная позиция, я думаю, что мы увидим перехай и движение там в районе отметки 1.14. И знаешь, на этих выходных, я читал статью City, они тоже оценивают свои индикаторы настроений и считают то, что европейская валюта может легко оказаться на отметке 1.14, 1.14.50. Ну, допускаю, что, возможно, именно на этих значениях и произойдет слом вот этого восходящего движения. И сегодня я еще хотел обратить внимание на пару доллар-иена. Тоже здесь покупка отложка. Болимец уровня 107.40, 107.50. Ну, 10 пунктов в этом диапазоне можно будет поднимать валютную пару. И приурочить, опять же, этот потенциальный рост доллара против иены к событию, которое, опять же, состоится завтра, заседание Федерезерва. Мы с тобой в четверг уже как раз поговорим по горячим следам, что было сказано руководством американского банка и как это повлияет на дальнейшую динамику доллара. Я верю в американскую валюту, потому что сейчас верю в то, что ФРС выполнит свою миссию поддержания ценовой стабильности и возвращения, как бы, точнее, сохранения инвесторского интереса к тем активам, которые номинированы в долларах. Это актуальная тема сейчас, поскольку вот буквально в эти выходные Bloomberg опубликовали, выпустили такое исследование со ссылкой на китайские источники о том, что поднебесные реальные инвесторы начинают активно сбрасывать все активы, которые номинированы в долларах. Облигации, невишку, не верь это в доллар, потому что считают, что, как мы с тобой подметили, те стимулы, которые уже задействованы, они будут продолжить палиться из печатного станка и дальше, вплоть до конца 2020 года. Это приведет, в конце концов, к серьезному риску инфляционного роста. Я признаюсь, пока что не очень-то верю в то, что в рамках США может возникнуть серьезный риск инфляции, потому что, судя по текущим значениям, инфляция там и не пахнет, индекс потребительских цен продолжает держаться в районе, вблизи нулевых отметок. Но допускаю, что такой риск может быть реализован, но не на данном этапе, а позже, скажем, в 2021 году. Пока что, если прозвучал тревожный звонок, который свидетельствует о том, что инвесторы стали напрягаться, стоит ли вообще оставаться в американских активах, я думаю, что ФРС должен успокоить рынки и сделать это уже завтра. Соответственно, если риторика будет предполагать то, что у ФРС есть четкий план борьбы с потенциальным ростом инфляции, они знают, как они будут сокращать баланс, это должно оказать поддержку доллару, и, соответственно, рост доллара можно будет конвертировать в отработку длинной позиции по доллару и иене. То есть резюмируем, 107.50 buy limit, если все пойдет по сценарию последующего восстановления роста доллара, я думаю, что мы снова сможем уйти в район прежних максимумов, локальных это 109.84, и может быть даже оказаться повыше. Ну, в четверг уже подведем итоги. Денис, слово тогда тебе передаю. Так, слово взял, показ рабочего стола сделал. Да, уже все видно. Отличненько. Смотри, значит, вы как раз по евро сейчас пробивает самый ближайший уровень, который для меня является ориентиром. В чем, ну, как я вижу дальше, в чем заключается суть? Как я уже говорил, движение вниз, я считаю пока, что больше коррекционным, есть всего две зоны. Ну, также не исключая, конечно, есть более низкая, но это уже совсем другая история будет. Потому что, если в целом даже взять по характеру падения, сейчас фактически отвалились, ну, не то чтобы прямо на пустом месте, но по большому счету каких-то значимых ключевых значений все-таки цена не достигла. Ну, имея в виду исключительно с точки зрения техники. Да, там у меня могут опциончики возразить, сказать, что там балансовые долги набрались, что от премий круглых отскочили и так далее. Но, в ум, откровенно, эти премии так переносились всю прошлую неделю. Вот. И глубоко в деньгах проэкспирировали месячный пол опциона. Поэтому, что я вижу сейчас? Да, безусловно, коррекция. Коррекцию сейчас вот продолжат. Есть две зоны. 1.11.85 и 1.12.25. Это самая ближайшая зона. А вот к ней я так очень осторожно отношусь, потому что именно от нее, хоть и стартовало импульсное движение, но очень часто цена любит делать какую-нибудь небольшую подлянку. Она подходит к ближайшей зоне покупателя. Ее тестирует, тестирует, распиливает, потом пробивает, подходит к следующей и затем уже делает отскок. Следующая зона тоже достаточно сильная. У нее есть крупное накопление. Если его, получается, разделено по неделям, если его просуммировать дополнительно с тем объемом, который еще был еще одну неделю назад, получается, что у нас ключевой крупный объем на самом деле находится вот в этой зоне. Здесь вверху рейтинговый. Поэтому априори вот эта зона нижняя более сильная. А это диапазон 1.11.1.1.1.45. И если к нему дойдут, вот отсюда реально можно будет купить. Но вопрос в том, насколько далеко. Пока что ближайшая цель у меня стоит на 1.14.10. То есть, я думаю, тоже прекрасно знает, что это за уровень. Это один из их значимых экстремумов. И вторая цель уже более дальняя, в районе 1.15 находится. Дойдем туда или нет, я загадывать не хочу. Это абсолютно бессмысленно. Главное, когда дадут подтверждение покупок, тогда и будем уже грамотно действовать. Сейчас пока что у нас ни кульминации, ничего такого нет. И то накопление, которое сделали за весь вчерашний день и там кусочек пятницы, его сегодня протолкнули. Поэтому это признак продолжения коррекции. Я даже думаю, что если попытаются в ближайшую зону оттолкнуться, то скорее где-то маржиналки в районе 1.12-1.12.05 могут сюда, до середины дойти. То есть, это очень часто бывает, когда вот самые ближайшие зоны. Ну, а так в целом я вижу надобой вверх. В любом случае, среда, конечно, внесет свои коррективы. Да-да-да. Вот. Ну, как коррекция, да, запросто. Касательно иены у меня анализ очень похож, на самом деле, с твоим. У меня заранее была вот еще построена вот такая зонка. Это так называемая зона покупателей тоже, которая сочетается с большим количеством точечных объемов, которые у нас были еще на частично прошлой, плюс позапрошлой торговой неделях. И плюс ко всему, вот у нас опорный. То есть, есть свеча с большим вертикальным объемом, в котором была внутренняя поторговка, и импульсный выход вверх. Следовательно, подобные вещи очень часто тестируются. То есть, она подходит, тестирует этот диапазон, и затем уже делает новый выход вверх. Вопрос в том, насколько далеко вверх. Я, конечно, больше склоняюсь к тому, что пойдем на более дальние рубежи. То есть, у нас достаточно классическая была сделанная ситуация. Вот я сейчас маржиналки специально раскинул, уже сверху вниз, чтобы видно было. То есть, цена подошла к одной, второй. Это как ближайшая промежуточная поддержка. И плюс ко всему, я все-таки больше ориентируюсь на ценовые значения. Поэтому 107.75 начинается зона, и вплоть до, если округлить, 107.40. То есть, вот такая вот разворот, потенциально разворотная зона 35-пунктовая, и с нее ожидает дальнейший выход вверх. По кумулятивной дельте тоже просматривал эту ситуацию. То есть, сейчас начала кумулятива положительная, а это означает, что очень часто делают добой. Хотя в то же самое время вверху у нас была жестко-отрицательная кумулятива, но добой таки не произошло. Это на самом деле редкость. И то, а это фишка, присущая в основном иене. По остальным валютам, там тоже самое, евро или фунт, подобные вещи практически всегда отрабатывают в виде ложного пробоя, а потом разворот. А здесь вот так вот сразу отвалились. То есть, иена в этом плане, я всегда считал, с первого дня, как только узнал про эту валюту, считал ее реально дерганной. Очень такой истерично дерганной валюта. В принципе, как и сами японцы, их язык такой кричащий, эмоциональный. Поэтому, в принципе, и валюта такая же, мне кажется, что все очень соответствует друг другу. Так что, в целом, я лонг все-таки вижу вот с этой зоны. Ну, отлично. Видишь, как сходится у нас взгляд по доллару и иене. Да и в целом… Главное, чтобы рынок теперь был с нами согласен. Конечно. В среду, как правильно было отмечено, и мы уже с тобой проговорили этот момент, события фундаментально важные. Заседание Федрезерова, ставка. Посмотрим, как отреагирует рынок. Как минимум, волатильности будет, друзья. Поэтому наше еще и пластическое напутствие, насколько бы вы уверены, не были в определенном исходе трейда, контролируйте риски. Следите за загрузкой депозитов. Это очень важно. И спасибо тебе большое за сегодняшний эфир. Да, тебе. Главное, чтобы были правы. И до четверга. Пока. Пока.